певец и продюсер а еще автор музыкального проекта сегодня нас гостях москвич салтая александр балаков здравствуйте здравствуйте я думаю с вами можно говорить о многом например вашей оперной группе viva к слову в этом году выпустили классный кавер который я предлагаю показать нашим зрителям сегодня в планах большой музыкальный проект который вы посвятили роберту рождественскому и марине цветаевой хочется спросить что мы увидим на алтай уже этим летом это будет грандиозный проект и мы увидим это не только на алтай этот проект увидит вся россия и он будет заявлен потом уже во многих регионах но дебют этой программы будет именно здесь на алтай 23 июня в алтайской филармонии это будет большое шоу современное интересное интерактивное шоу с современной графикой с интересными чтениями мы привлекем привлекаем здесь барнаульских даже актеров драматического театра для того чтобы они воплотили образы марина цветаева и роберта рождественского это будет интересная программа которая в современном виде покажет в юбилейный год этих двух поэтов их творчество немного в новом свете немного в современном видении вот это будет не просто симфонический оркестр это будет эстрадный симфонический оркестр там где нужно будет дать року там мы дадим року там где нужно будет зажечь по полной и оркестр филармонический тоже вместе с нами зажжет и проект этот у меня проходит под поддержкой президентского фонда культурных инициатив это был большой грант который я выиграл вот буквально полгода назад и поэтому мы сейчас реализуем это все это новый вариант литературного фестиваля в косихе который мы видим каждый год или совершенно новый проект это совершенно новый проект они никаким образом друг другом изначально не были связаны но раз уж на алтай проходится уже известный и полюбившийся всем фестиваль многие жители алтай и гости региона приезжают специально на рождественские чтения мы решили объединиться и провести это в дни фестивале поэтому мне кажется это очень логично это очень правильно чтобы как можно больше зрителей увидела и нашу программу и наша программа привлекла как можно больше зрителей к творчество роберта рождественского я уже полгода изучаю его персону и как но знаете я я думаю что это настолько большой человек глыба нас не только в масштабах россии но и вообще в принципе в мировой поэзии человек который переведен на многие языки но он недостаточно раскрыть наверное как мне кажется как минимум на алтай да шукшин гораздо популярнее чем рождественские но я считаю что роберт иванович не уступает по своему вкладу в искусство и мы постараемся не просто спеть известные песни не просто спеть то что написано но я выступаю в этом проекте еще и как композитор и на стихи цветаева и рождественского я пишу новые произведения а вот как раз таки исполнением займется ваша группа вива вот в интервью моей коллеги елены кузовкиной вы сказали в каком стиле поете хочу вспомнить этот фрагмент что у нас делают мужчины с голосом с классическим они обычно перепевают магомаева и всю советскую музыку мы решили создавать свое и я собрал эту группу и мы начали двигаться то есть авторские композиции совершенно да от музыки до текста да да магомаев был близким другом поэта исполнил более 20 песен на его стихи его голос очаровывал слушателей но если вы говорите такие вещи что нам ждать от вас это совершенно новое исполнение новые вариации или вы все-таки рискнете исполнить классику ну это не будет классика в том виде в котором она была изначально исполнена магомаевым мы полностью переделаем все оркестровые партитуры это будет современная классика это будет современный оркестр это же сколько работы это работа полгода у нас уже работают аранжировщики для того чтобы переписать все песни я сочиняю новые произведения то есть все что я говорю о группе вива все это продолжается и мы свой вектор направления движения не меняем мы создаем даже если мы прикасаемся какой-то уже известной композиции мы ее делаем по-своему поэтому этот проект будет абсолютно уникален даже песня ах это свадьба она будет совершенно по-другому исполнена и в синтезе с графикой в синтезе с правильными подводками со стихотворными конференциями это будет смотреться я думаю что совершенно по-другому и творчество роберта ивановича раскроется это будет нечто яркое и рождественские цветаева конечно это конфликт двух двух выдающихся личностей причем знаете самое уникальное в том что у цветаевой говоря простым языком все было круто все было отлично она родилась в богатой семье в москве училась за границей в достатке все прекрасно было но ее творчество посвящено все каким-то страданиям переживаниям и в итоге она закончила жизнь самоубийством роберт иванович который родился накануне войны у которого тут же погиб отец на фронте мать уехала воевать оставила его в детский дом они объехали пол мира просто вот скитались там там сям сям и у него нет ни одного стихотворения грустного со знаком минус у него все творчество со знаком плюс с позитивом с надеждой на будущее с верой это очень круто вот два кардинально разных поэта которые имеют разную жизненную историю но творчество которое абсолютно противоположное их жизненной судьбе это очень интересно и поэтому на этом будет построен построен этот спектакль концерт шоу ну можно это называть разными словами то есть цветаева была взята в пару потому что она вам нравится как поэтесса они то что их связывает история ведь рождественский опубликовал сборник ее запрещенных стихов до рождественский был ее большим поклонником он он открыл дом музей цветаевой в москве он настоял чтобы это произошло многие запрещали это но именно он был инициатором то есть она очень сильно повлияла на его творчество и вот мы как раз изучаем то что несмотря на то что она была такая вот пессимистичная вот он вдохновлялся ее стихами и писал оптимистичные стихи это же класс это же интересно изучать это все но ведь рождественский увлекался также высоцким почему не он например ведь он тоже близок народу ну знаете во первых у цветаева в этом году тоже 130 лет у нее юбилей и раз уж мы в юбилейный год поэтов решили их объединить то мы в этом году посвящаем вот их синдезу нашу программу а вот если вдруг будет другое совпадение следующий год почему бы нет знаете у рождественского очень много пересечений со всеми потому что это был человек праздник это был человек компания всегда у него весь советский бомон собирался в гостях на даче это были пьянки гулянки творческие встречи и вот так рождалось творчество поэтому она была позитивная невозможно найти советскую личность выдающиеся которая не была в дружеских отношениях с рождественским поэтому тут проект на перспективу да хорошо а кого мы увидим на алтай кроме группы вива московские звезды кто-нибудь к нам еще приедет московские звезды кроме группы вива приедут я думаю в рамках рождественских чтений не буду раскрывать тайны мы вчера в министерстве культуры проводили большую встречу и там уже были заявлены многие звезды первой величины я думаю что такого еще на алтае не было плюсом будет поддержка нашего проекта который пройдет в двух местах 23 июня в алтайской филармонии любой житель алтайского края сможет прийти купить билет и насладиться этим шоу а 25 июня это будет в косихе на рождественских чтениях вы говорите о чем-то масштабном а как же к вид мы надеемся что ограничения не ужесточатся желаем всем здоровья желаем чтобы у нас все было хорошо но тем не менее наша жизнь продолжается нам нужно не закрываться в квартирах не бояться выходить на улицу соблюдать все меры безопасности но ну как без музыки как без живого общения как без мероприятий как без творчества что на сегодняшний день уже готово на сегодняшний день у нас уже вся музыка готова мне осталось две песни написать новые вот я сейчас на какие стихи я сейчас выбираю стихи я уже поговорил с дочерью роберта рождественского с екатериной которая мне дала добро на то чтобы вообще выбирал любыми до любыми любые стихи на предмет написания музыки вообще что новая вариация все будет по-новому насколько она восприняла это человек все таки того века слушайте она человек того века но она очень современная адекватная с таким жизненным стержнем крепким она она ведет очень активную деятельность в том числе и посвященную творчеству своего папы поэтому она только поддержала сказал да ребята классно давайте двигайтесь вперед хорошо как куда поедете по каким районам как проект будет жить дальше ой дальше проект будет жить по всей стране мы уже а вот конкретно алтай в алтае только барнаул и косиха все а дальше мы уже разворачиваемся на все регионы страны потому что абсолютно во всех регионах празднуется юбилей роберта рождественского и поэтому там более 20 городов уже сейчас запланировано на осень это от калининграда до владивостока это большая география это большая масштабная история но начнется она именно с алтая такой праздник в этом году в порядке исключения или в последующем мы тоже увидим нечто подобное и алтай точно увидеть нечто подобное потому что ежегодный фестиваль рождественские чтения на алтае проходит группа его параллельно занимается огромным количеством концертов поэтому у нас это не заменилось наше творчество на творчество рождественского и цветаевой мы параллельно гастролируем даем концерты вот позавчера мы были в омске и пользуясь случаем я доехал до своей малой родины и мы вместе с этим проектом еще гастролируем со своей новой программы мы готовим новое шоу в москве мы планируем концерт в кремле осенью то есть у нас несколько проектов которые параллельно двигаются у нас пишутся новые песни мы уже во многих даже странах зарубежных на зарубежной арене уже представили на телевидении ну мы уже побывали там и в германии и белоруссии вот на постсоветском пространстве сделали несколько телевизионных концертов которые уже транслируются на центральных каналах других стран и планируем гастроли как россии так и за рубежом а увидит ли кремль этот поэтический диалог рождественского и цветаевой знаете я не хочу говорить хоп пока не перепрыгнешь но тем не менее мы уже об этом как раз разговариваем и конечно к этому проекту будут привлечены многие артисты известные которых знает вся страна я думаю что это вызовет резонанс я думаю это прекрасная точка в нашем диалоге я благодарю вас за интервью спасибо спасибо а я напомню что в гостях у нас был певец и продюсер александр балуков автор поэтического диалога роберта рождественского и марины цветаевой на алтай в этом году